всем здорова всем привет я на крышку поставила повыше чтобы еще подбородок меньше оттопыривался понимать нет посуда целая гора блин хочешь мой хочешь не мой придется мыть даже лишнее отбираю приготовила вот кофту и у меня две максуда две вот таких вот их две я не удержалась просто я ее вот взяла и показываю максудушка иди ко мне мой сладкий максуд иди ко мне мой сладкий иди тете показать показаться надо сейчас подойдет он там играют играют они он не успеет отсюда снять так что вы не переживайте иди мой сладкий мальчик покажись тете мочи вот а это вот вторая а вот это вот первое так что у людей бывает одинаковых вещей две или три штуки так что не надо говорить что мой ребенок ходит в одной ковке третью неделю не надо об этом говорить и трусики мы меняем каждый день с гигиены у нас в порядке причем здесь мне стали писать про гигиену у вас видать проблемы потому что если бы у вас не было про это проблем вы бы про это не стали бы мне писать у кого что на уме у того то и на языке да вы это не поймете никогда по моему так что удачи я же предупреждала с моего аккаунта тихонечко шагнули и ушли фабрина помоги мне пожалуйста я посуду мою убери его пожалуйста он пошел пылесосить а нам пылесосить не надо там доску он уронил аккуратнее ноги не придавить и вот так мы живем сабрина помогает помощница моя растет хозяюшка жалеть ее не надо еще раз напоминаю девушка молодец девочка молодец у меня уже потоп там столько много воды набралось в раковине вот это у меня не ванна это раковина раковина называется раковина ну если бы у меня был маленький ребеночек я могла бы его здесь еще и мыть вместе с посудой кто как выживает а то мне кто-то написал что это ванна эта ванна маловато будет для моего даже пердака что-то у меня там застряла полные полные посуды очень много-много-много-много очень у меня посуду понимаете я засранка накопила сабринку не заставляла мыть потому что полгода накопилось и столько посуды ну и теперь посуду дравлю и выдравливаю обшкуриваю с тупой смешно мне очень ядрен его потом ребята так о чем мы с вами сегодня будем разговаривать нужно поговорить о глистах кто-то я тогда английский выложил у меня там в этих фактуальных есть про глисты задавайте вопросы про глисты я буду отвечать а знаете сколько cog notary накопить о чем много я очень много знают про глистов потому что когда я детей рожала я я читала очень много поэтому я научилась читать по слогам я очень много почетала что может быть у детей, какая зараза может, какая не может быть. Я очень много почитала о всяких глистах. Глисты бывают разной породы. Не кушайте пока. Я не ем. Не кушайте. Вот, короче. Глисты бывают разные на свете. Кручковые, дикообразные. Но не бывают всякие. Понимаете? Зараза. Она одна зараза. Потому что у меня порода разная. Так что, ребята, лебедишки, лебедюльки мои, не бессудьте. Это все жизненно. Это все надо знать. Родите детишек, если у кого их нету. Дай бог вам здоровья. И когда покакает ваше дитё, берите палочку. Вилочки одноразовые есть. Ватные палочки. И начинайте ковырять в какашках. Вы ковыряете до тех пор в этих какашках, пока кого-нибудь там не обнаружите. Грехи белые. Если вы вдруг кого-то обнаружили ползучего белого, там какого-нибудь черного, они цветом тоже разные бывают. Вот как и гритята. Тоже же бывают они разные. Понимаете? Ну белые, не гритята черные. Дай бог им здоровья. Понимаете? Они разные тоже породой бывают. Национальности у них тоже разная. Смотря от какого человека. От какой национальности. Они тоже, значит, национальные. Вы идёте, берёте этот клизму. Клизму, клизму берёте. Себе. Не ребёнку. Ребёнку в больницу поведёте. Там вам врач пропишет. Чё надо делать? Себе берёте клизму. И себя клизмите. Проклизмивайте себя. Потому что вы ребёнка целовали. У вас тоже зараза появилась. Не дай бог. Понимаете? Не дай бог поймать эту заразу. Она ползучая, вонючая. Не дай бог. Не дай бог. Всем желаю счастья, здоровья. Честное слово. Ребят. Кто новенький тут ко мне присоединился, вы уж маленько... Это... Не пугайтесь о меня. Не пугайтесь. Я нормально. Меня просто вода доводит. У меня иногда случается. Мне же надо как-то маленько реагировать на ваши комментарии. Правильно? Как мне реагировать? Я же тоже живой человек. Не надо реагировать на все комментарии. Никого в стороне не оставлять. Вот. Рассказывать надо о всем. О всей жизни нашей. Кто как какает тут, кого от чего понос. Вот у людей бывает, свеклу поел, и у них понос сразу же. Понимаете? Они сразу дрищут. Дрищут, дрищут, дрищут. А кто-то вот арбуз с селедкой есть, как я, и ни хера. Хоть бы просраться бы. Мечта просраться. И никак не может. Я-то понимаете, вы всегда говорите, как она, наверное, там обосралась. Может, это я мечтаю об этом. У меня не получается. Вы об этом не задумывались? Потому что вы равняете по себе. Потому что если бы вы это сожрали, вы бы обосрались. А у меня, наоборот, проблемы с запором. Меня пучит. Меня пучит, зараза. Завтра пойду куплю арбуз и поем с селедкой. Или килечки себе прикуплю. Вот. С килечкой наворачивать буду. Чтоб, наконец-то, мне обосраться. Ядрен его батон. Я же еще раз вам говорю, как же мне до вас достучаться. Что вы равняете по себе. Каждого человека. Что на уме, что и в башке, и то и у вас и на языке. Вот и все. Вот. Вот и все. Поняли? Вот. И заметьте. Воду, прежде чем я тарелочку убирать, я ее выключаю. Я ее экономлю. Экономить надо все. Слезь от удова. Вот. Понимаете? Вот так вот мы и живем. Моем, едим, опять сырем. Моем, едим. Ребираться некогда. Засрались полностью. Вот. Правда богу, глистов нет. Глисты, правда, и порода разная у них бывает у глистов. Не дай бог, конечно. Вот. Аккуратнее, маленечко. Руки мойте после еды. Тогда и фокопыринки. Кто не моет. Особенно, когда в туалет сходите, посрать. Всегда будет. Я не могу. Ну, что хотите, то и хотели, то и получаете. Вам же не нравится, когда Иринка ест. Вам нравится, когда Иринка что-то несет. Несу разную. Иногда послушать тоже надо. Послушайте меня, как я себя вообще веду нехорошо. Рассказывая правду о жизни. Я Шурика там включила. Для кого я его включила? Сама посуду тут умою. И вилок-то у меня очень много. Значит, мы вилками не идти. Я не могу заразить. Я дрем тебя батон дарю. Ну, что, как вы желаете? Ни у кого запора нету? Случайно. Ребят, никто запором не мучится. А то Иринка подскажет вам. Она дело говорит. Слушайте маленько меня. Вот так вот. Это опять намарафонило меня. Зовут меня. Опять в этот, в этот. Я говорю, мне, ребят, некогда. У меня сезон. У меня поросята. Мне надо поросят сначала вырасти. А потом их это, оприходовать. Ой, яблочко нашел. Молодец, зайка. Вот. Тут скажут, опять живодерка ядрен батон. У меня уже заказано мясо есть. И Динка говорит, мясо продашь я. Конечно, продам. Мне же не сажать два штуки за зиму. А летом свет у нас отключают. Морозилки не работают. Все протухнет нафиг. Конечно, говорю, продам. Башку сразу же отдам. Она мне вообще не нужна. Я холодец не варю. Мне не надо голову. Голову я не хочу. Голову, честно, мне не надо. Мама возьмет, вот маме дам. А там полбашки. Остальную полбашки продам. И еще целая голова у меня остается. Куда мне ее девать? Ноги тоже. Ну, ноги, я не знаю. С ногами что? Что-нибудь перешим с ногами. С руками, с ногами, с копытами. Я только мясо поем. Мне сало тоже не надо. Сало тоже все продам. Шею там, щитовиду. Ну, вот это вот все. А что делать? Если мне не надо. Надо куда-то будет вставлять. Я заказываю, уже принимаю. Мне хорошо уже заказали люди. Молодцы. Чтобы заранее был покупатель. Правильно же я говорю? Надо всегда все заранее. Вот. Чтобы было. Вот так вот. А то потом ищи, свищи кого-нибудь. Вот. Этот боров у меня выложенный. Вот. Он без яиц. Он не воняет. Ну, это для тех, кто не понимает, что такое выложенный. Выложенный, значит, без яиц. Значит, когда мясо будешь есть, он будет без вонючий. Хватит! Вот. Он не будет вонючий, значит. Кто там вздрогнул? Не пугайтесь, пугливые. А то сейчас понапишут мне. Я вздрогнула. Я чуть не обосралась. Я чуть не описывалась. Все такие пугливые. Я дарю на его батон. Прям я не могу. Одна Иленька. Не знаю. Триндец с вами, короче, вообще пупец полный. Вот я и кастрюльку вымыла, видите. Завтра можно что-то сварить в этой кастрюльке в чистой. Вот. Поварю. Сварю все. Варю. Упарю. Потушу. У меня еще кабачков знаете сколько много? Две сетки кабачков. Убреный, вот батон. Хоть какой-нибудь заразе бы отдать, а. Не знаю. Прямо кому предложить. У всех кабачки нынче есть. Все в кабачках прям уродились. У всех есть кабачки. А мне моей-то куда девать? Порося там кормить что ли? На икру мы уже наделали. Да хрена ее. Что еще с ней делать? Жарить, парить, она уже в горло не лезет. Ее было, знаете, раньше, когда морозинка пустая была, мяса в ней не было. На овощах сидели, на траве сидели, морковную ботву нарежешь, морозишь, в борщ потом бросаешь. Или наоборот, я ее крошила, метину, это, морковку, метина. Вот, и запросто я ее лезала и с солью мешала и в банку убирала в холодильник. Борщ варю или что-то, я добавляла эту зелень. Очень вкусно. Жрать, когда нечего было, понимаете. И сейчас даже можно это варить, это очень вкусно и полезно. Я дело говорю. Берете от цветы ботву. Вот, жарю ее у меня уже нету. И, значит, знаете как, нарезаете ее соломочкой. Ну, так, вот так вот, да? Стволы не надо. Только само листик. Нарезаете так, шок-шок-шок-шок-шок. Пошинковали, короче говоря, хорошо. Пошинковали, 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 пошинковали. Вышинковали. Потом берете туда яичко, яичко. Потом уже какую-то заразу туда ложите, чтобы она схватилась, короче. И жарите оладушки. Оладушки. Вас за уши не тащить. Я вам честно говорю. Я варила так, жарила. Обалденно, вот серьезно говорю. У кого еще мякина от свекла есть, молоденькая, вот эти только надо серединки, вот эти вот, из листиков вырезать. Вот эти, как они называются, стволы-то долбаные. Вот, их надо вырезать. Обязательно. Ну, твердо будет. И на шинковали много-много вот так вот яичко туда, чтобы ношить погуще вот это все. И хлопнуть сковородочку, как оладьи. Вы знаете, это лучше, чем кабачки. Я делала так. Очень вкусно получилось. Никто не посрался, честно. Я серьезно говорю, это очень вкусно. Да, раньше пойдешь, настрогаешь всякой зелени. Карапивы и картошечку где-нибудь подкопнешь, одну-две найдешь, там какая выросла, уродилась прошлогодняя. Мякину всякой насобираешь, там ромашки, ядуванчиков, лопухов, и похлебку сваришь. И сыт, и все, и нормально. Вот эту мякину всякую, понимаете? Это очень вкусно. А мякина от этой, она горчит, конечно, чуть-чуть, от морковки. Но она нормальная, она полезная. В ней очень много это витаминов. Больше, чем в самой морковке ядря новый батон. Поняли? Вот, видели, я с какую охапку тащила, вот такую вот. Я ее за ночь всю изрезала, холодильник затолкала. Буду большие варить. Вот так вот. Потом столько у меня этих, я три или четыре такие охапки перетащила, когда я упала, пернула, помните? Вот. И, значит, это, поросят у меня все сожрали. Я в загон им закинула, пока сарайку пошла чистить, и у меня все сожрали в загоне. Побегали, молодцы, такие довольные. Ирина говорит, спасибо, травы нарвала. Зараза такая. Я говорю, ешьте мои родные зайки, попрыгайте. Где у меня паста эта чистить раковину долбанную? Она высоко. А где невысоко, чтобы было? Что-то. Солью, кстати, тоже хорошо можно очищать все. У кого соль лишняя, крупная соль. У нас поменьше водички. Посыпали соли. Содой, конечно, можно. Ну, сода дефицит. Соль дешевле нынче. Можно солью. Я расценки все знаю. У меня записано в тетрадке. Я все знаю. Где что подорожало, где что подкидывали. Вот, очень хорошо. Соль сшибанули, и все у вас будет блестеть, сверкать. Зашибить будет. Просто замечательно. Вот, и дрем с тебя батон. Ну, все что. Посуду я домыла. Все, можно распрощаться с вами пока. Отдохну немножко. Вот, дело-то много. Устаю. Ножки мои уже не держат. Хи-хи-хи. Я не могу. Ребята. Вот. Смотрите, как у меня красиво. Вот. Ай-яй-яй-яй-яй. Все. Все. Красота я. Красотища я. Все, ребятки. Всем пока. До свидания. До новых встреч. Надеюсь, мы с вами еще увидимся и не один раз. Счастья вам, здоровья. И будьте вы добрее, наконец-то. Идите посуду, мойте. До свидания. Продолжение следует.